Всем привет, с вами Шуха и это развлекательная рубрика по отгадыванию рейтинга. Суть очень простая, я приглашаю гостя и показываю ему 3 реплей задротов своих героев с дота бафа, но только с разным рейтингом, 4к, 5500 и 7000 ммр. Как раз таки задача гостя определить рейтинг, посмотрев запись. А участником шоу будет крутейший ютубер, лучший гайдер, да и топовый обзорщик нового патча Иваня Ксена. Он играет на первой позиции, его сигнатурками является Сларк, МК и Джаггернаут, поэтому реплей мы будем смотреть именно с этими героями. Ставь лайк и погнали смотреть, что из этого вышло. Ребята, знаешь, что многие любят играть в доту часы напролет, но нужно еще и зарабатывать, поэтому я нашел отличный способ совместить два дела в одно, а именно играть в доту и получать кэш. На вопрос как я отвечу очень просто, вместе с бафгейм. Все, что вам нужно для этого, это скачать приложение баф и начать зарабатывать бафпоинты. Баф будет работать в фоновом режиме, пока вы играете в доту. Собирайте бафпоинты и тратите их на разные гифты, скины и даже игровые девайсы. А еще баф решил объединиться с овервульф, который в арсенале имеет более 200 приложений для игр. Зачем просто играть, когда можно зарабатывать, играя с баф и совместить приятное с полезным? Переходи по ссылке и зарабатывай бафпоинты. Привет. Ускорил? Да, ребят. Вот, мы сейчас будем отгадывать рейтинг. С Ксенычем, он будет отгадывать свои сигнатуры, начнем с Джаггернаута. Так, глазами игрока врубим. Так, где это у нас глазами игрока? Ну, я бы сразу же хотел, конечно, отметить то, что... Ну, вообще, пик немного странный, он очень жадный. У тебя Войт тройка, Тинкер мид. Так обычно пикают не на высоких рейтингах. Хотя, я бы так сказал год назад, я бы точно сказал, что это прям мало рейтинга. Но Войда сейчас иногда вроде как пикают даже в тройку. Так что возможно. Плюс у противников бэтрайдер, я так понимаю, мид бэтрайдер. Что, опять же, на низких рейтингах редко берут. Ну, а палмидер можно. По item build у Джаггера, ну, супер дефолт. Покажи Тинкера. Так, Тинкер. Вот у нас Тинкер. Да, видимо, против бэтрайда, потом стики купил. Ну, а там есть какие-то варианты, какой-то рейтинг? Смотри, да, сейчас я тебе все расскажу, куда ты... Вот суть такая. Так, мы его убили, Джаггера у нас, кстати, здесь. Суть такая, что у нас есть три рейтинга, три реплея. То есть, Властелин 5, Божество 5, ну и 7К игра. То есть, Высший Титан, да, уже с рейтингом таким нормальным. А, то есть, нету два-трика в рейтинге? Нет, нет, здесь у нас именно Властелин 5, Божество 5 и 7К игрок. Ну, хорошо. Тогда, наверное, с праза отброшу, что это не 7К игра. Он на Джаггернауте, ну, очень странно пошел туда. У них герои на первом левеле не самые сильные вообще. То есть, Рубик без лифта должен играть. Тинкер на первом левеле, не сильный, Войт вообще где-то в другом месте был. Глупо было там драться. Да, еще свой единственный эскейп, в то же время урон так он потратил. И после этого... Да, не думая, не думая, качая открытые. Мне тоже такое не очень нравится, особенно когда против Лины стоишь. Типа, в следующий раз у тебя будет возможность брать вард только на левел 4. Можно не дожить. Да, согласен. Пушить линию сильно. Вообще-то, вообще не парится. А Дисраптор при этом, он не стакал. Он не стакал маленький кемп. И, видимо, не собираются стакать. Короче, они ланик очень плохо стоят. Точно не 7к. Дивайн 5. Да, я сейчас часто на Дивайн 5 играю. Даже там люди что-то делают. А, еще он ботинок на первые деньги принес. Тоже очень не нравится мне это решение. Потому что сейчас все хайпитес игроки берут все стики. Чуть ли вообще не на первой бабке. Особенно против Лины, которая жмет калдау на свой скилл. Можно было бы апнутые стики себе купить. У меня уже были бы заряжены на нормальное количество. Да, вот стики он докупает только сейчас апнутые. Так, ну, здесь должен быть килл, наверное. Хотя... Ну, вроде, да, фейрик там есть. Опа, крид. Опа, крид зарешал, кстати. Много потеряет хп. Да, Рина подкрепана должна умирать тоже. Деревья будет срубать, важно. Деревья... Ну, срубил. Да, три раза срубил дерево, но... Хотя сейчас, наверное, на иншентах тоже рубят деревья, так скажу. Фазы, опять же, не думая. Ну, фазы, ПТ... Ладно, давай, мы можем примотать немного? Конечно, на какую минуту? Давай в минуте 8-9. Давай вот так вот. Так, у них тут пришел бедрайдер. Че, че у тинкера? У тинкера у нас вот такой вот затарыч. Выход в даггер в голову. Ну, это дефолт вроде сейчас. Тереть 3-1 у него в счет, да. А, войда, 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 войда. ПТ, коррозен. Блин, рано еще воде смотреть, конечно. Так, а, тем делаешься 4. Ну, для тройки, наверное, нормально. И джаггера еще раз. Давай на джаггер вернемся. Тут молнии под фазы нормальная шмотка. Саблю вообще? А, это патч нынешний? Да, конечно, это все очень недавний. Уже после нерфа сабли. Сместился в топ. Нормальное решение всегда, особенно, когда ночью Блонара. Спушит, че, здесь вышка. На боте они уже потеряли вышку, да. Да, на боте потеряли, там никак не подраться с Блонаром. Блонархис очень силен. Да, это точно дивайн или энджин. Ну, такая большая разница у них в игре, чтобы... Ну, слушай, там разница везде. Ну, то есть, по полторы тысячи рейтинга. Я понимаю, да, но разница между дивайном и 7000, на самом деле, в тысячу раз больше, чем между энджином и дивайном. Че тут, хрона? Загорит. Ну, хрона странная немного, ну ладно, вон тройка. Джаггернаут полную фигню все сделал. Просто ужасно. Можно эту драку перемотать немного? Да, да, перемотаем щек. Все, давай, 1x. Так, Бэтрайдер. По идее, он его просто хочет добить крутилкой. Самым логичным решением здесь было бы просто нажать ульту с РГ и потом выйти на крутилки с телепортом. Отдавать крутилку вот так вот, это самоубийство опасно, потому что оно, ты не можешь жить. Тебя замедлит, станет... Ты имеешь в виду, что он мог шотнуть с ульты и с крутилки улететь? Да, 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 просто шотнуть с ульты с крутилки улететь, конечно. Там мизер, Бэтрайдер, это самое профитное, что можно было. Даже если бы он убил бы крутилкой Бэтрайдера, он бы там уже никак не выживал. Согласен. Я думаю, Дивайн 5 должен... А у него на Джаггере, у него золотой ранг на Джаггере. Нет, это ничего не значит. У него на Джаггере тысячу матчей. Тысяча матчей? Угу. Нет, это трэш какой-то. 76 крипов на 15-й супермала. Это крифта 10-й. Очень мало. У Войда, Уойда Митерхаммер, да? Такой Войда? Да, Митерхаммер. Митерхаммер, ага, немного дефолтная тройка, да. И, блин, на самом деле, я никогда не видел, чтобы на М4 поле Войда еще так экрана, это Войде. Они покупали Мом с молниями. Да, они выходили в керри ты миша, да? Да, на М4 легко могли бы их керри войти. Ну, все может быть, возможно, посмотрели, возможно... Все может быть, возможно, и... Ну, короче, любой рейтинг, да, здесь может быть. Пусть у тебя не буду. Не подсказывает тоже. Я понимаю, я понимаю. Так, а у него... Он в плюсики вкачивал? Может, талантливый стесня? Деванка. Нет. Нет, просто... Просто статик М4 открытые. Блин, очень многие сейчас вообще оставляют открытые там в один. Качают плюсики. Берет Сэнжу. Сэнжу Яшу, то есть, не манту. Мне очень нравится здесь. Ну, у Джагера дела так себе, на самом деле. Но команда... Ну, восемнадцатое начало Саши. Да. Плохо. Уже могла быть полная Саша Яшу, на восемнадцатое. Я еще не восемнадцатое. Опа. Так. Тогда что-то прыгнуть нужно с Эльмхрона. Угу. Ну... Шива на... Шива на Тинкере... Ну да, так покупает. Еще силовой блин покупает на Тинкере. Я знаю, рано. Ну, это не то, не то. Ну, силовой блинк это такое. Лучше Шива, конечно, сначала здесь. Так, что у нас там по Джагеру? Ну, когда будешь готов, скажи. В любом случае, это не окончательный этот... Да, я понимаю. Если что, можно еще будет вернуться, да? Не, вернуться именно нельзя будет, но можно будет просто... А, вернуться нельзя будет. Да, нужно до конца будет, смотрите. Угу, хорошо. Ладно, давай промотаем до 30-х и промотаем. Смотри, вот это у него Ягин здесь есть. Так, займите. У него 200... 206 крипов. У него очень мало денег. Просто... Он на 10 минуты ставит по крипам. Умер он, опять же, просто ужасно. Я видел, как он умер, за Тайвер плюс за 2 раза. Он умер и его просто форснули за Тайвер. Он там один стоял практически без команды. За Тайвер. Меня пик смущает. Вот если бы не пик, я бы точно уверен был, что это эндж. По игре Джагера 1000% эндж. Ну, такой пик. Типа, петрайдеры в миде, войды в тройку. Вообще, Аганим занерфленный. Там без демеджа нормально его брать. Только если ты играешь против всех, ты прям очень хилый героев. Чтобы можно было шотать. Вот даже Лину ты не бьешь, у нее его есть. Угу. Неужели он сейчас еще раз умрет? Нет, ладно. Молния и Молния не в урок, вот не хватает демеджа. Ну, его убьют. К-любому. Да, он. Он все время свитцидится как-то. Вот все драки, что я видел, свитцидится, пожалуйста. Ну, а не выиграешь, а Тинкер очень герой интересный. Кто-то есть. Ну, Тинкер это имба героя, да. Да, да, Тинкер это имба. Особенно на таких рейтингах. То есть по факту Тинкер-то против Бланара Бетрайдера, может быть, ему и трудно было бы, если бы Бланар Бетрайдера все правильно делали. Но если бы он выиграл в соло, по факту, потому что у него Кири 10-7. Без шмоток. Но в теории ему должно быть очень сложно Тинкер. Да, ему должно быть сложно, да. Если бы он выиграл, значит, опять же, это скорее не скрейтинг, нежели чем высокий. Я буду просто, ну, в шоке, если это 7000. Ладно, нет, это не может быть 7000. Это прям миллиард процентов. Ну, сейчас они зайдут просто и закончат. А таланты, таланты, покажи таланты. Так, давай вот так вот сделаем, ну-ка, таланты. Ну, правильно. Хотя, опять же, 20 скрозы атаки очень редко берут. Берут в основном КД Варда и дерутся. Ну, ладно. Ну, КД Варда, мне кажется, намного профитнее. Ну да, его очень-очень многие берутся. Посмотрите со стороны. Просто то, как он... Ну, вот его команда засейвила. Наконец-то. Под Варда он пушит. Молодец, увижу. Да, на него все накинули. Тинкер там... Ну, да, тут его просто отзонят. Хорона хорошая. Утб просто не хватит соло. А там еще Лассон и ТБ. Да. Проблема. Да. И ульта есть еще. Все равно очень долго его бьет. Ну да, если бы он еще Сандер не отдал в лхп тинкера. Может, что-то и получилось бы. Ну... Он не жмет дэшку. Мне кажется, дэшку так профит нажать просто вот. Ты пушишь, жмешь дэшку и на крутилке отходишь. Ты им героя-героя ты либо убиваешь, либо заставляешь их пить. Он дэшку очень жалеет. Так. Ну, ладно, короче, я понял. Хорошо, давай next to play. Это пока что... Пока что 80% это Ancient Ramp. Давай оценочку дадим. Сейчас я тут заметку сделаю. То, что здесь... Почти 100% Ancient Ramp. Я надеюсь, я надеюсь, я его вижу еще хуже в следующих реплеях. И я скажу, что это Девайн Теребов. Так, это Сларк. Это второй реплей, Сларк, да, 30 уровня. Тройка, тройка, даунбрейкер. Тройка же даунбрейкер или пятерка? Давай посмотрим. Тройка. Тройку ее берут редко, на 7000, да, точно с ним. Ее берут редко, и она, в основном, пятерка. Кстати, еще можно смотреть по команде. Вот эти команды, купленные в никнейме, они в основном у HappyTest. На LowPTest их очень мало. Ну, можно сказать так, да. Есть такая тема, судя по тому, что я эту рубрику давно веду, я тебе могу сказать. Но это не всегда так работает, поэтому... Я понимаю, да, да, просто, просто в копилочку. SkyMag 4, еще SkyMagов редко вижу. Очень. Справа, справа пик прям метовый. Ну, Свен? Крутой. Сайленсер, да. Сайленсер, супер мета, Венга, супер мета, тройка. Лешрак. Лешрак, опять же, вообще никто не играет на... На 5, на 5500, никто не играет в Лешрак, я имею в виду. Это же медовый? Лешрак? Нет, это саппорт. А, это ли шо, это медовый, это медовый сайленсер. Да, медовый сайленсер, по всей видимости. О, это, это, это слабый герой. Это, 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 это скорее к Дивайном, нежели чем к Синка. Ну, заметки для себя делает. И, 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 и еще. Ну, опять же, хотя ладно, зачем он пассивка против такой, такой линии? Ну, там сложно даже кого-то ударить в теории. Вначале. И у него, у него он в Рейсбен будет покупать? Слушай, ну, по всей видимости, стики, бэнд. Ну, в Рейсбен ты тоже вообще. Давно уже, раз никто не покупает, кстати. Никто не покупает, вообще не погрязнется. А я могу, я могу, я могу, я могу, условно, откричься про трекер. Посмотреть просто про Рейсбен. Что делать? Про трекер открыть. Давай, да, можешь. Я просто, просто... Хочешь, паузу поставлю, посмотришь? Да, да, поставь. Давай. Не, ладно, один в Рейсбен есть. Ни одного, ладно, второй в Рейсбен. Ладно, на самом деле, на самом деле они есть, но очень редко. Но есть. Продолжаем? Да, да, продолжим. Так, спаун поставил, убил. Спаун запланированных, да, это понял. Да. Запаненный. Ну, хорошо, это не, это не, что-то, уже, я рад, что это не, что-то. Зачай, то, что первый сквейся, блин, что-то на инжитах не баня, да? Ну, со совокупности всего этого, наверное, ладно. Ну, в теории реже, да? Должно быть такое. В теории реже. Да, ну, просто вот то, как стоял Line Disruptor, это, ну, намного более ancient, чем вот здесь. Они там пушили линию и просто стояли. Да, там пушили линию, стояли, вообще с крипами не работали, здесь уверенно что-то бегает. Она, вон, сняла эту Сентрю, нашла. А можешь показать, как она снимала эту Сентрю? Давай. Я не знаю, это меняли или нет, но еще недавно, несколько месяцев назад, обычно, чтобы разбанивать маленький Кемп за Рейдент, ставили Сентрю прямо на Кемп, чтобы она точно... А, ну и сломать потом. Да, и потом ломали ее, да. Ну, по-моему, там поменяли спаум-боксы, можно уже так не делать, но больше 20. Вроде сделали поменьше, может Сентрю засветить, но это не точно. Там еще просто обстояло, он хотел, видимо, Скалду засветить Сентрю, видишь? Где точки, возможно. Ну, опять же, без стиков быстрых. Это не Лина, Лина больше спамит, хотя он сейчас соберет здесь. Получишь ты. Что бы ты здесь покупал и как бы раскачивался? Первый спел Максимум? Да, ну всегда, нет, вообще, качать пассивку на Сларке, это, ну, 99% фигура, это просто байт, на то, что... Ну, Каса и больше в 2 берут ее. Ну, максимум в Иван, но точно не против двух ренджей. Это должны быть 2 милиштика, которые еще и не дамажат тебя вообще никак. В общем, полная фигня. Кстати, есть Финга, мне станд хорошо дала мне дартфакта. Покупать? Ммм... У него перчатка, возможно, Мидас будет. Не знаю, насчет Мидаса, Мидас... У него линия нормальная, может быть, Мидас играть. Сабля точно, Мейдж Слэйр практически точно, наверное, потому что там Лишак. Хотя Лишак не Кор, там очень много магического урона. Мейдж Слэйр, слушай, ну я вот так давно сам в Крута не играл, что вы тоже... Даже не представляете, что у нас Ларка и Мейдж Слэйр берут. Мейдж Слэйр, да, вот сейчас берут из Моноригена, плюс он разбирается и Сабля, если что. Я думал, Сабля... Он... Дарпак там... Как-то плохо Дарпак дает сразу прям. Не чтобы как-то задоджить, да, именно как-то задоджить бездумно. Ну просто прям в самом начале он дает его, как будто в него очень странно прилетят. Пошел лес. Вот, Мейдж Слэйр уже поставил себе. Но он поставил Мейдж Слэйр первой шмоткой. Он четыре раза умер, кстати, если что. А... А можно посмотреть, как он умер четыре раза? Давай попробуем. Так, вот третий сейчас, посмотрим, сейчас он четвертый раз должен умереть, да? Подожди, а, подожди. Один раз он сдох на руне. Второй раз он сдох. Вот еще раз умер. Это Митуш. Ну вот сейчас ты увидел, как он четвертый раз умер. Ну, хорошо, ладно. Нет, то, что наоборот Мейдж Слэйр первой шмотки без сабли, это прям... Так не делается. Так не делается, это точно. Мейдж Слэйр и диффузы гоним. Ммм. Ну, без сабли мне прям все это очень не нравится. А, план? Таланты. Давай посмотрим, что он на десятом взял. Ну, там очевидно, куда он... И не собирается БКБ покупать пока что. Он собирается без БКБ играть. Ой, ну что, запрыгнулся, да. Ну вот, как-то собирается. Саблинг, сабли, саша, яша, БКБ на свене 21-го минуты. Блинг, сабли, саша, яша. Без БКБ. Блинг. И без Сильвера. А есть Сильверы? Как можно не покупать Сильвера ни на Сларк, ни на Сверна сейчас? Ну... А зачем он так прыгает? Что он сейчас хотел? Он хотел сейчас 6 тагов набить первого левела? Я честно, я говорю, Варю. И в эту ульту отдать? Ну, сложно, да, становится потихонечку уже? Да, нет, наоборот, это все хорошо. Чем хуже не играет, тем легче. Чем хуже не играет, тем не ближе к Дивайну. Ну, если вдруг это Ancient, я не знаю, там игра была больше, знаешь, наверное. Хотя тут 1-6. Давай посмотрим, что он будет делать вообще. С 1-6 что-то. В идеальной ситуации... Вот в боте драка он должен в топе просто стоять, качаться. До... Ну, как минимум до Диву зала. Но, опять же, в такой игре... А, он летит драться. Нет, это не 7 тысяч. Это не 7 тысяч. Это не 7 тысяч. Это не... А, сейчас дохнет. Тысяча процентов дохнет. Он умер, да. Потому что... Как ты можешь драться, когда у тебя настолько все плохо на Сларке? Тебе нужно дофармить... Вообще, Сларк силен только если он не умирает. Если ты уже не умирал, ты должен идти фармить себе БКБ или Саблю Диффуз, если БКБ не сильно нужно. И как-то в драку заходить с этим. Он идет в драку... Ну, нужно что-то купить, чтобы куда-то войти в драку. Он идет в драку с одним голым БЛАЙД АЛЛАКРАТИ. Хотя у него Диффуз почти был. Нет, Диффуз только он докупил. Да, у него он почти был. То есть, он мог дождаться. Короче, нет. Нет, нет, это не 7 тысяч. И Аганим. Опять же, Аганим крутой, но крутой, когда тебе БКБ не настолько сильно нужно. А здесь оно сильно нужно. Но его здесь на Санатере могут поймать просто на глобале и убить здесь, как он это правда. Этого... Диффуз нажать, а потом Диффуз нажать. Он нажал сначала Диффуз. Что странно. И он очень мало фармит при нее. По факту, там герои, которые не убивают. Там его не могут прийти и убить. Чтобы его убить, там нужно 4 героя выделить. Идет в драку. Хотя тут... Ну ладно, драка может быть и нормальная. Хотя нет, без БКБ это у Брекерша. И он без сего. Слушай, драку очень интересно, можно перемотать ее? Давай, давай, перемотаем. Так, по-моему, слишком далеко могло. Да, на один, на один, на один. Все, поставил на один. Так, ну, окей, начинается с того, что Свен убивает и вернул. Уже важной кнопки нет. Глобал скинул. Отдал ульту сразу же, с нулевой. Очень плохо. Без БКБ, без ульты, придется драться без шарда. Шарда нет даже. Думбрейкер, что без БКБ умирает, скорее всего, 1000%. Нет? Не умирает, но драться не может. Но инлокер пришел. Так, ульту здесь троих уже, кстати. Ну там инлокер с БКБ пришел. Это тоже должно умирать. А с Аленсера в кора сразу. Это он правильно сделал. Ладно, это не инжин. Это не инжин, хорошо. Так, давай, давай дальше. Решал. Останавливаем или дальше? Давай на минут пять дальше. А он Скади берет. Просто вот так, Скади без всего. Скади, еще у него шмотка нейтральная. А что там по талантам? Ну таланты однозначные. Сларки тут не нужно быть... Не нужно быть никем, чтобы это понимать. Что у Свена кристалли? Свен без Силера и Сларк без Силера мне очень не нравится. Ну ладно, Силер на Сларк может не стоит, но на свайне Силер очень сильный. Ну, если он не взял Аганим, то можно было взять и Сильвер, да? В теории лишний эскейп какой-то. А где, подожди, Аганим? Он не стал против Аганима на Сларк, он взял себе Скади. Ну вот, я имею ввиду, что альтернатива... Не, просто Сильвер просто там больной. Он там очень много дает сил. Стата дает, криты еще, там урон лишний, плюс дэмэдж. Можно фу-шотнуть, да, кого-то условно? Да, да, нет, очень сильная шмотка. Ну, очень плохо он нажимает опять ульту. Пак, плохо нажал. Это вон... Убьет ли вообще? Слушай, ему очень больно. Как все плохо, он умрет. Жесть, это худший заход драка вообще ever. Но... Он прям все очень плохо нажал. Ну и всех убили. Настал столько инвокер. Давай за один инвокер даже не брался. Не, инвокер молодец. Блокер вот у нас бегает. Он был, видимо, в драке, потому что у него, хотя нет. БКБКД сколько у нас? 70 секунд вроде. Не, могло, могло, могло. 66. Еще посмотрим, что вы будете сделать. Раз, я беру шартный инвокер? Не знаю. Вообще, из инвокера не служу. Так, так, так. Шарт. Первая шмотка. Шарт суперсильно должен был появиться еще 15 минут назад у него. Вот, буквально, вот просто крикбайм, ты его ставишь на 20-й. Да. Это посилий как-то не просто. Ну, это и Тимуси сейвит. Не знаю, вы можешь лишний раз какую тебе подраться. А там это три секунды ультимайта тебе лишнее. 200, 230 крипов опять за 35 минут. Не, не, не. Вот коров по рейтингу очень легко распределять по крипам. Вот не может быть у Джаггера 200 крипов за 30 минут. Не может быть. И у Сларка не может быть 200 крипов за 30 минут. Это нужно авкар ставить. Не может быть такого, чтобы это было и первый, и второй плейсинг. Просто не верно. Ну, там есть и жадный пик какой-то, условно. Хотя там кто будет? Тинкер? Нет, там просто если ничего не... Ой-ой-ой. Ладно. Короче, давай к последней драке. Я тут уже понял. А мне кажется, что это есть последняя драка. Хотя нет. А у нас тут долго еще. Да. Клёв. Ее верно. Суперфиговой позиции. Или я просто на нее напали. Он не... Он не видишь, что он один? Он же один. Ну, почем? Ему пофигу. Такой же, что сгрид, Джаггер. Что он хочет? Не знаю. А, даже без свена они его. Не, ладно, ладно. Все, все. Точно, точно не 7 тысяч. А столько фармил, короче, что вы так кнопки дуялись. Давай, давай на экстреплей. Это не 7 тысяч. Чуват, последняя будет скрыть 8 тысяч. Здесь что написать? Это не 7 тысяч? Это не 7 тысяч. Это... Ну... Они равны с Джаггером абсолютно. Ну ладно. Хотя... Это вот 4.10 на старте. Что ему написать? Ну ты дай какую-нибудь оценку и скажешь, что осталось. Скорее, 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 скорее. Ди, вайн. Так, сейчас. Скорее, реплей 100% будет 7 тысяч. Между этим, это будет трудно продлиться. А, тут пик... Какой тут пик ужасный, господи. Какой акс, какой андерлорд, что это за герой? Это вообще не герой 7 тысяч. Вообще нет. Никто на этом не играет. SF, акс, андерлорд. Зачел есть он. Кунка. Ооо, как же это плохо. То есть, неужели что-то из того было 7 тысяч? Я не знаю, слушай, я не знаю. Ты знаешь, давай начнем с этого. Ну я тебе не буду сглазать столько-либо подсказывать. Хорошо, МК в курьере побежал, тюкар побежал. Лучше на детали смотри, да, анализируй. Ну, хорошо. Ты это умеешь сделать хорошо. Стараемся. За куб на самом деле не очень метровый, сейчас в нам редко берут. Ну это вообще хорошая драка. Во-первых, она в пятером слажена, во-вторых МК обошел со спины. Это лучше, чем то, что было так, когда джаггернад посты в пятерых пошел и умер. Согласен, согласен. А, да, покажи шматки всех героев, да? На паузу? Давай, давай. Пауза? Да. Так, давай, котел. SF, феррик, два манка. Укунки что? Укунки что? Так, давай. Ты называй кого я буду? Давай, кунка, дефолт. Хорошо, давай на бот пойдем. Акс. Земелья. Земелья ботинок? Будет там ботинок на земелье. Очень странно. Аусларка. Угу. И эндерлорда. Слушай, вообще все хорошие. Все хорошие шматки. Давай. Дальше. Угу. Сключай. Много хп будет тратиться, потому что белка харасит. Котел сдувает крипа. Плохо очень сдул. Да, хотел по сути забрать дальника, но... И он его не забрал. Еще и крипов, кстати, отвел. Нет, крипов он крипов он стакнул. Это нормально. Сейчас две пачки пойдет. Денайд сначала. Сначала денайд. Не, он даже не денайд отдал. Ну, так потому что... Чтобы забланировать линию. Хотя эндерлорд тут фэршторм и кидает. Линия так будет тушиться. Она в любом случае будет туда-сюда. И там плюс-наверное заблочит большой. Не знаю, заблочит или нет. А спауна вообще не заблочена, да? Ну, давай посмотрим. Вот так вот, свободной камерой. А, нет, тут заблочен кем? Да. Да, о, это суперграмотно. Это суперграмотно. И прыжок качал еще. И тут все хорошо. Так, какой левел у него получается? Третий левел он три спыла взял. Ради килла, да? Да даже не ради килла. Тут вообще такая линия, на которой тебе пассивка. Ага, ну то есть... В теории ты бы тоже здесь взял бы три этих, да? Ну, я не против был бы. Если мне нужно было бы убивать, я взял бы пассивку 2, конечно. Но ничего он не потерял вот такой раскачек. Не вышла. Как он ренджовика плохо задувает? На котле и вот это смещает. Опять задувает ренджовика. Он ренджовика задувает и двух героев, типа да, по-своему. Видимо, у него такая цель. Ну, тут труп. Ну, нет, не труп. Ну, 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 потому что... Ну, ну, немного дожди. Потому что прыжок качан. Да, в первых мог напить. В первых прыжок качан. Стики до сих пор не купил. Фейрик, видимо, не прокликал. Или что там было, стики? А покажи крипстаты. Вообще у него 12 крипстаты за 4 минуты. Да, крипстаты всех. но так риса тонко это новый сфсф до должен выигрывать пунктам 3711 это нормально уже ты не похожа на 7000 игру как минимум пиком вообще нонсенс боялся ладно ладно хорошо давай пролистаем на пять минут давай где-то получил лазы он умер как раз да давай давай но он он тупо умер ладно посту но вид вижны поставили на самом деле должен был в артам стоять да он не увидел и просто в 4 он еще и кстати 4 и за против к 4 смита круто потому что лишь драться здесь если он не будет драться а ему несколько драться но пассивка в 4 и молнии то есть мог бы тогда это да нет его герои его герои если бывают просто любые герои вы сбивают а в лесу ему пассивка не нужно ну вот я об этом и говорю 6 его убивает а ему нужно в лес мазать и это такое странно попалка хотя но не в это патче нужно прыжок просто в старом патче прыжок вообще оставляли на 1 и качали тысячи часто понерфили но гейплей медового и керри мк отличается то это полагаю ну конечно мк смита должен брать левел 7 идти все прыгать по всем лайнам спасибо не там пассива должна быть ну конечно здесь у нас больше на фарма и прошу все-таки на первой позиции играем ну и да и потому что те драться несколько левел маленький кумка любое увидит он тебя убьет за крест так у акса у нас даггер блин 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 у него фрилайн видно сразу у него нормально а высоты что это как-то неплохо 7 12 и увы провела не смог расходиться и нормально нормально так где нужно за мкмк а то прифармить пока там дерутся сам же ошибка бэм сам же здесь вообще на самом деле ну ладно просто бкб нужно как можно быстрее чтобы тебя за грязь не убили а это смотрю что сабли не покупает что ли сейчас должны покупать да должны покупать это сильно-сильно я смотрю все еще сларк вообще не играл на линиях вообще в принципе не играли не хотя он должен был играть на линиях он точно есть джаггер то что он делал то что джаггер дело в драках не 7000 здесь чел хотя бы на линиях играет и хотя бы он понимает то что ему не нужно идти тут в общем картина странные типики здесь не нравится да еще любом случае но про случай я уже не знаю что должно позойти чтобы я искал что не 7000 ну ладно посмотрим чтобы был более уверенным но когда вот и вердикт свой вынесешь мы в принципе еще порассуждаем вспомним все что было чтобы тебе было легче как-то ну конечно передняшкой мониторит вроде скажи покажи без маны трудно ему представляет валетки не носит и он умер очень по-тупому давай перемотаем милдер вообще никто не покупает он видишь он на бот посмотрел но зачем-то далеко сильно зашел его убили сразу но он думал что в боте героев будет но это это ошибка него это ошибка котла который должен был поставить варды в лесу он не поставил варду ну простит вардов зачем-то далеко идти ты его ошибка честь но типа напали на героя в воде значит там все это искать с ним героем конечно часть его тоже очень богат так яшу купил дал вам брать себе еще ланта не качает что у нас тут он очень-очень-очень но вообще плана не качает это нормально очень-очень-очень нужно бкп против этих героев просто невероятно нужно буквы он его откладывает откладывает наверно потому что у него все хорошо и у него есть время ну или потому что он и хорошее рассуждение неплохо звучит вот с ультой можно его накрыть с ультой что почему он бы бывало вот там там ульт палка в центр герой мрот давай давай шмотки посмотрим всех давай кого вот вот и что там акса так не покупают на иншентах и на дивайнах покупают все что угодно только не это ладно я могу еще говорить что 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 аксер какая-то просто ну скрытая мета которую сейчас берут и покупают рефрешер я просто даже ты видел пару раз ну бывало что я про игрок там говорил про рефрешер что-то на аксе это нормально это нормально просто в том то что не берут ну дивайн энд что-то взяли просто бкб супер дефолтный вообще не думаю что может быть дефолтный чем бкб на аксе просто гугли хобби мейла там фото дадель что там еще берут в адмейл в теории могут делать а он все это время вообще не дерется он неправильно мк играет ну мк может драться но смотрит драку пока просто и пушит топ но хочет допустить тавер уже довольно бесполезный и манере можно нет никто лететь было опять же он играет без бкб может неправильно делает сам решил играть без бкб не драться вообще это это странно играть настолько жадно с такими жадными предметами и так жадно фармить на мк когда у тебя в команде аксесс но прислови что паблик на любом рейтинге это возможно прислови что у них все очень круто и они могут в принципе уже просто закрытие да да у сф их вообще никого нет бкб никто не хочет бкб мк уже здесь хорошо давай ним конвертимся вот здесь можно хорошую хорошую очень хорошо и кол ну мк все правильные драки сделал дерево срубить дерево ладно не это это 7 к это странные герои странные шмотки но останавливал этот этот нажал горелку на крепа чтобы ускориться ладно давай 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 ну чтобы же наверняка давай последнем драки и вот у этого у этого нормальные крипы хотя бы 270 крипов это нормально мой корабль по троим на удар как не участвовал фармил все время это в тысячу раз больше похож на 7 к чему стране остальные там обоим трудно дать диван было но тебе еще надо будет определиться со всеми рефлями в любом случае но с этим с этим с я хочу быть еще более уверенным я хочу еще что-то такого увидишь что вот давай смотри тут они бкб нажали и отходят хотел пятерку с аганимом хочу нет но опять же любой а покажи а покажи все его лесные шмотки так антам у него лучше этому что есть ночи вообще выбрать мне кажется любой я посмотрел еще дает 7 брони чисто физика защиту ну да и пробовать на диск на секунду да вроде да она вообще не да не дает тпс да ну только дает броню еще такой удоб всеми так что там обычная со счетом мой битнес вроде как он как исходи без миллера да еще это как всегда это град ну давайте до останавливаем это пишем заметочку мк счастья взломе вспомнив все эти ужасы что увидел у джагера для очень 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 похожие ранги очень похожи ранги 525 очень похожи согласен сларк я бы сказал что точно divine но то что он сделал в последних драках где на царе 11 летает в драке где он идет один в с 5 раз и на 5 дивайны джаги венчин садивайн это 7000 кей ну все тогда что все раскроем те карты все развернет окончательно так это у нас получат 7000 да даешь мк давай мы здесь просто жмем креста сразу видишь здесь крестик ну все тогда тогда все так как они могут быть другие 7000 так давай другие реплей это нас от мк получается сейчас мы тебе включим джагера это на жагер ты этого супер не может быть но я согласен и специально подобрал такие реплей что было очень сложно отгадать поэтому тут я не знаю ну слушай я тебе так скажу чтобы то есть или не расстраиваться то что практически никто не смог отгадать среди всех рубли которые были но то есть реглы и все поэтому это достаточно они просто то что джагер дело в первой игре это настолько настолько не чувствовать вообще все что происходит сварк тоже сварк тоже но на джагер это очень next level да джагер и конечно очень кого-то в тильте играл да это было чисто но я все проверил это никита смурфу не агбайры поэтому это можешь не сомневаться то есть это все так просто у тебя был шанс что у тебя был шанс именно какие-то по моему команды может тогда определить я старался и вот это то что я то что я видел как происходят драки на последней карте они просто в разы были лучше согласен но это не из доли правды но это у нас еще не все еще есть был с реплей ура шагер в пятерых героев нажимает крутилку и его убивает под героев это не может быть почему я еще раз смеялся того что сейчас спали что еще сказал что невозможно что это 7000 и я еще так рассмеялся думаю были сейчас спалюсь клинкс после нерфов тут просто 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 начало тут нет веточек даже саринси просто умрет это какой-то 0 по тест никто не играет на клинксе после нерфов это же вообще жесть а когда нерфов был клинкса неделю назад ну а ну значит уже я не пойду как это какая-то жесть ни одной веточки на сларке просто феррик вином хотя у тебя линия очень сложная это марс саринсер я не те заковыряют очень легко я без лишних обмена кофлейн котел тоже очень редко вижу его либо вид уже либо на спорта брать очень редко леон четыре вообще пик слева пик слева это вообще ни о чем ни одного фронтлейна чем файл ужасный безогонима как ла и марс здесь просто умрет не тачки не хватило но он не умрет уперекспас жесть ты не просто так сказал что бустер на лоб ктс нет я всегда это говорю всем когда показываю бонусы реплеи здесь может быть все она стали встречаться бывало такое что я и показывал реплей игрока который отгадывает рейтинг но в этом случае такого нет в любом случае ты бы узнал это бы сразу тем более в реплей захотеть для меня очень будет сложно ну ладно мне не кажется что что это совсем не скрыть типа это похоже на кида тысячи три пассивка в 2 ладно это это не больше 4000 это не больше 4000 но и не меньше не меньше трех на зале сапог и танго донес да нет все все что здесь происходит она она вообще не я так же думал про жиггернаута она и было никаким но это же ладно давай мотнем на десятую окорожен стать в мк в миде убивает клопу ну не знаю поймать на блинке как-то поставить светочку во время стика дайнера там прыгнуть на нее сфейкать урон давай давай на десятую мотнем а что если это вообще 50 тысяч рейтинг все может быть если говорить все может быть я просто думал он будет максить пассивку стики на них стики очень позднее что мк покажи с батлом короче в коми диапазон диапазона разброса какой-нибудь любой ну нет правильный ответ будет считаться а диапазон что правильный ответ ну давай сделаем пусть быть полторы тысячи плюс минус фига андрот 3000 рейтинг сколько 3к все тормозим даже даже наверное поменьше даже наверное поменьше нет 3к то есть 2-3к так все тормозим да давай так ты даешь здесь 2-3 тысячи ммр да я думаю здесь 2-3 тысячи ммр все верно окей давай посмотрим нажми уже крестик я тебя умоляю ну я попал ну да здесь ты справился ну там полная фигня происходила в игре да да именно 3к нужно было прям сразу все верить ну тут пати игры еще видишь пати игры да нет тут вообще жесть происходила мк убил квапу заметил это боты а это не боты это автарка ботов нет это потому что анонимный режим чтобы я понял опаливание было все продали такие дела слушай ну вот реабилитировался справился с этим реплеем ну как сказать реабилитировался не ну это вообще ну я не знаю а ты зрителям сначала говоришь рейтинг или как зрители не зрители тоже смотрят киты только в конце узнают ответ и тоже сидят рассуждают думают зрители просто зрители ну вот вы же согласитесь со мной но джаггера не может 7000 ммр но он не может не может вот слушай я снимал с дэнди вот у них на канале вышел тоже та же самая рубрика только у них на канале с пуджом он тоже не отгадал ни одного пуджа там тоже все медовые пуджи были и он тоже вот не справился ну топил уверенно но не получилось поэтому это нормальная тема спасибо тебе большое что ты принял участие тем более давно тебя люди тоже просили позвать ты как у нас топ-1 гайдер обзор патчей и так далее все-все всегда смотрят у тебя было бы интересно смотреть как ты анализируешь реплеи ну как оказалось плохо нет хорошо ну вот видишь такие специальные запутанные реплеи были подобны ну ладно спасибо удачи спасибо спасибо Продолжение следует...